Итак, сказка, о которой я хочу с вами поделиться, правда, по-настоящему искренне поделиться, там замечательно волшебная история. Она имеет автора, это фольклор, итальянская народная сказка. Называется она «Три сказки попугая». Так вот, все, о чем в ней рассказывается, случилось в давние времена. А в те времена было так. Пройдешь день и попадешь в одно королевство. Пройдешь другой день, попадешь в другое королевство. И, конечно, в каждом королевстве, большое оно или маленькое, был свой король. Ну, потому что какое же это королевство, если в нем нет короля? Так вот, в те давние годы в густом, при густом лесу жил дровосек. Было у него имущества немало, немного серый ослик, острый топор да веселая песня. Еще у дровосека был славный домик на поляне, а в домике приветливая жена. Ну и как тут не быть счастливым? Он и был бы счастливым, если бы жена не печалилась. Уйдет дровосек в лес или повезет на ослике дрова в город продавать, а жене скучно, не с кем словом перемолвиться. Начнет очаг разжигать, заговорит с огнем, пойдет к колодцу, заговорит с водой, примется стряпать, заведет разговор с ложками и мисками. А все они слушать-слушают, отвечать не отвечают, ну хоть плачь. И жена дровосека частенько вытирала слезы фартуком. Вот однажды приходит дровосек домой и говорит, смотри, женушка, что я в лесу нашел. И подает жене куклу. Жена дровосека глянула и залюбовалась. Она и не знала, что бывают на свете такие куклы. Вся в шелку и бархате, волосы черные, глаза голубые, щечки розовые, губки алые, вот-вот заговорит. Засмеялась жена от радости. И с тех пор ни разу больше не плакала. Муж уйдет в лес, а жена хозяйничает и все с куклой разговаривает. Кукла, правда, тоже только слушала, но зато смотрела голубыми глазами и улыбалась алыми губками. Вот женщине и казалось, что она все понимает. Время, что дорога. Впереди все меньше, позади все больше. Сидели как-то дровосек и его жена за столом в своем домике и ужинали. Кукла тоже сидела за столом и смотрела на них своими круглыми голубыми глазами. Вдруг кто-то постучал в окошко. Кто бы это мог быть, удивилась жена дровосека. А дровосек ничего не сказал, поднялся и распахнул окошко. В комнату влетела птица и села на середину стола. Ну, тут и дровосек удивился. Уж птиц-то он повидал в лесу великое множество, но такой не встречал ни разу. Птица отвесила поклон хохлатой головой и заговорила человеческим голосом. Пусть в вашем доме всего будет вдоволь, кроме слез и горя. Спасибо за приветливое слово, сказал дровосек, который часто бывал в городе на базаре и научился там любезному обхождению. Но не скажете ли вы, крылатый сеньор, кто вы такой? Я чудо-птица, говорящий попугай. А прилетел я к вам вот зачем. Нужна мне кукла, та самая, что сидит у вас за столом. Хозяйка моя, прекрасная Розалинда, не перестает скучать по ней с тех пор, как ее потеряла. Белка, что живет на сосне у крыльца, как-то увидала куклу в окошко, рассказала голубоперой сойке, та сороке. Сорока же перенесла эту весть на хвосте прямо ко дворцу, где живет ее кума, придворная ворона. Но про что знают сорока да ворона, то известно всему птичьему народу. Вот я и прилетел за куклой. Эх, женушка, сказал дровосек, ведь и впрямь придется отдать куклу. Ну раз, нашлась хозяйка. Но жена дровосека схватила куклу и крепко прижала ее к груди. И не подумаю отдавать. Я ее лелеяла, словно родную дочку. А теперь вдруг отдай какой-то неведомой Розалинде, о которой я и слышать-то никогда не слышала. Как удивился попугай. Вы не слышали о мудрой и прекрасной Розалинде? Ну так я расскажу вам о ее прекрасных делах. Слушайте же. Первая сказка попугая. Жил богатый купец. Была у него дочь, прекрасная как месяц, и солнце, вышедшее разом на небо. Звали ее Розалинда. Однажды купец собрался в дальнее плавание в заморские страны. И перед отъездом он спросил у Розалинды. Дочь моя, что привезти тебе в подарок из далеких краев? Может, расшитое золотом платье? Может, драгоценное жерелье? Ах, отец, не надо мне ни платья, ни ожерелье. Если уж ты решил сделать мне подарок, привези чудо-птицу, говорящего попугая, что живет в заморской стране. Ты приставил ко мне трех старых нянек, но они только ворчат на меня да ссорятся между собой. Есть у меня любимая подружка, красавица-кукла, но она не умеет говорить. Так что ты сам понимаешь, как мне нужен говорящий попугай. Посмеялся купец над причудами своей дочки, но обещал исполнить ее желание. Потом сел на корабль и отправился в дальний путь. Розалинда осталась одна со своими няньками. А надо вам сказать, что няньки так пеклись о ней, словно она была неразумным ребенком. Шагу ей не позволяли ступить, пылинки не давали на нее упасть. За два дня надоели они Розалинде до смерти, ведь ей уже исполнилось 16 лет. На третий день, когда няньки еще крепко спали, Розалинда взяла свою любимую куклу и тайком убежала в лес погулять. На лужайке она увидела глазастую стрекозу и решила ее поймать. Побежала она, а кукла осталась под кустом. Розалинда за стрекозой, стрекоза от Розалинды все глубже и глубже в лес. Наконец, стрекозе наскучила эта игра, она взвелась вверх и исчезла. Тут девушка оглянулась, а кругом глухой-глухой лес. Ни тропинок, ни следов. Принялась она искать дорогу к дому и еще больше заблудилась. Вот и солнце начало клониться к закату. Устала Розалинда, прилегла под корнями дуба на опавшие листья и заснула. Село солнце, взошла луна, закатилась луна, взошло солнце, а Розалинда все спит да спит. Зато не спал в это раннее утро молодой королевич. Он скакал по лесу на добром коне в погоне за белым оленем. Вдруг конь королевича присел на всем скаку на задние копыта. Королевич рассердился, стеганул коня плеткой, но тот не с места. Смотрит королевич, а у корней дуба спит девушка невиданной красоты. Разорвалось у него надвое сердце. Одна половина стремится за оленем, а другая велит навеки остаться возле девушки. Но потом королевич рассудил, что пока девушка спит, он успеет подстрелить оленя и поднести красавице в подарок драгоценную добычу. Вынул он шелковый платок из-за пояса и прикрыл им лицо девушки, чтобы никто на свете, даже само солнце, не глядело на ее красоту. Потом он снова пришпорил коня и пустил его в скач. Пускай королевич гонится за оленем, мы с вами пока останемся возле Розалинды. Так вот она проснулась и увидела, что лицо ее прикрыто шелковым платком, а кругом никого нет. Удивилась Розалинда, спрятала платок и снова отправилась искать дорогу. Искала она ее ни день, ни два, но наконец нашла. Дорога привела ее примехонько ко дворцу. Девушка немного оробела, никогда раньше не приходилось ей бывать в королевском дворце, но что было делать? Она так устала и проголодалась. Поэтому девушка тихонько постучала в чугунные ворота. Сам король поспешил к ней навстречу, взял за руку и как дорогой гостью повел во дворец. Три дня Розалинда прожила во дворце и так полюбилась старому королю, что он принялся ее упрашивать. «Останься со мною, дитя». Вот уже год как пропала моя дочь. Ей было бы сейчас столько же лет, сколько тебе. Когда я слышу твой звонкий смех, мне кажется, что она вернулась. И горе не так терзает мое сердце. Розалинда спросила, а что же случилось с вашей дочерью? Король, вздыхая, рассказал ей, что год назад явился во дворец какой-то старик и попросил у короля пристанища. Король не отказал старику и велел придворным обращаться с ним, как со знатным гостем. Но старику этого показалось мало. Он захотел примерить королевскую корону. Но, разумеется, король не позволил, ведь корона не старая шляпа. Тогда старик сказал, так не будет у тебя ни короны, ни дочери. И в тот же самый день старик исчез, а с ним исчезла и единственная дочь короля. Сколько ее не искали, так и не нашли. Розалинда выслушала эту печальную историю и подумала, мой отец вернется еще не скоро, так что неком обо мне беспокоиться. Любимую куклу я потеряла в лесу, значит, дома меня ждут только борчливые няньки. Ну и пусть себе ждут. А этому старому королю я помогу хоть ненадолго забыть горе. И она осталась. Розалинда пела королю песенки или рассказывала смешные истории, чтобы позабавить его. А когда король занимался своими королевскими делами или спал, а поспать он любил, девушка гуляла по дворцовым садам. Однажды она забрела в самый глухой угол старого парка, в полуразрушенному пруду. Над прудом стояла башня, закрытая на семь ржавых замков. Неровные камни, из которых она была сложена, обросли диким мхом или шайником. Розалинда села у пруда и принялась смотреть, как паук плетет паутину у двери в башню. Паук работал усердно. Не прошло и часу, а уже вся дверь была заткана серебристой частой сетью. Ни комар, ни мошка не пролетит. Подивилась Розалинда мастерству восьминогого ткача и вернулась в дворец. Пришла она к пруду и на следующий день смотрит, а паутина порвана. Что за диву, подумала Розалинда, видно кто-то входил в башню. Да нет, не может этого быть. Розалинда просидела у пруда до самого вечера, но кругом было тихо и пусто. Другая девушка ушла бы уже себе, да и все тут. Розалинда тоже ушла, но ступая по траве, расправляла за собой каждый согнутый стебелек, каждый примятый листик. А на следующее утро трава оказалась притоптанной. Значит, все-таки сюда кто-то приходил. Вот какая хитрая была Розалинда. На этот раз она и вечером не вернулась в дворец. Спряталась за кустом шиповника и просидела там до самой полночи. Ровно в полночь послышался свист и на берег пруда прилетел дракон. Подполз к двери башни, ударился о землю и превратился в старика. Старик снял с шеи висевший на длинной цепочке золоченый ключик и повел им по двери слева направо. И вот тяжелая дверь с семью ржавыми замками бесшумно распахнулась. Старик пошел в башню, а бесстрашная Розалинда на цыпочках проскользнула за ним. И только она успела проскользнуть, как дверь так же тихо закрылась. Розалинда притаилась в темном углу и стала ждать, что же будет дальше. А дальше было вот что. Старик зажег светильник. Летучие мыши метнулись в стороны. И тут Розалинда увидела, что на соломенной подстилке сидит девушка, не старше самой Розалинды. «Что ты мне сегодня скажешь?» – спросил волшебник, потому что всякому ясно, что старик был волшебник. Но девушка молчала. «Э, да ведь я забыл отомкнуть твои уста!» – воскликнул старик и провел по губам девушки слева направо золотым ключиком. «Ну, только что же ты скажешь?» – повторил он. «Нет!» – сказала девушка. Волшебник так разозлился, что дважды стукнулся о землю. В первый раз он превратился в дракона, во второй – опять в старика. «Гадкая, непослушная девчонка!» – закричал он. «Рано или поздно ты скажешь «да!» «Нет!» – сказала девушка. «Ну, ладно, ладно!» – проворщал волшебник. «Теперь поедим!» – я и сам порядком проголодался. Он топнул ногой, и на этом месте появился столик, уставленный яствами и напитками. Старик и девушка принялись за еду. У Розалины в темном углу просто слюнки потекли, она ведь тоже целый день ничего не ела. Наевшись, старик сказал. «После сытной еды меня всегда в сон клонят. Женщины любят поболтать. Если говорить не с кем, они разговаривают сами с собой. Поэтому я не стану тебе сейчас замыкать уста. Болтай, пока я сплю. Но чтобы ты не убежала, я замкну тебе руки и ноги». Волшебник снова топнул. Столик исчез, а вместо него появилась мягкая ложа, покрытая коврами. Потом он взял свой ключик и провел по рукам и ногам девушки справа налево. И вот уже девушка, словно скованная тяжкими цепями, не может даже шевельнуться. Волшебник повалился на ложе и в ту же минуту захрапел во всю глотку. Тут девушка и вправду заговорила. Она принялась горько жаловаться на свою судьбу. Ах, я несчастная. Вот уже целый год, как я оттомлюсь в этой темной башне. Злой волшебник выпустит меня только, если я соглашусь украсть для него корону моего отца. И каждую ночь я говорю ему «нет». Ведь если я скажу «да», волшебник примет облик короля, а мой бедный отец превратится в мула, на котором возят воду. «Верно, тут я и умру, потому что никогда не скажу ему «да». «Не плачь, сестричка!» – прошептала Розалинда и подошла к девушке. Она тихонько сняла с шеи спящего волшебника цепочку с ключиком и быстро замкнула ноги и руки старика. Она ведь все видела, все приметила из своего темного угла. Потом Розалинда освободила девушку и, открыв тем же ключиком двери башни, побежала вместе с ней во дворец. Сколько было пролито счастливых слез, когда король увидел свою дочь живой и невредимой. А на следующий день Розалинда сказала королю «Теперь у вас есть собственная дочь, и я вам больше не нужна. Очень прошу вас, дайте мне карету, чтобы я могла вернуться в дом отца». Но король и дочь короля до тех пор упрашивали Розалинду не покидать их, пока она не согласилась погостить еще немного. Пошли тут балы и празднества. Девушки так подружились, что стали называть друг друга сестрами. А волшебника король велел взорвать вместе с башней и на этом месте насыпать высокий холм. Вот и все. Попугай вежливо поклонился и сказал «Теперь вы знаете, как добра и умна моя хозяйка Розалинда». «Ах, какую интересную историю рассказали вы нам, сеньор чудо-птица, говорящий попугай», воскликнула жена дровосека. Дровосек кивнул головой. Он ведь всегда соглашался со своей женушкой. А та продолжала «Конечно, я отдам Розалинде ее куклу, но не раньше, чем услышу, что было дальше». «Ведь вы, сеньор попугай, ничего не сказали о королевиче. Мы с мужем даже не знаем, убил ли он белого оленя». «Что ж», – сказал попугай, «слушайте дальше». И вот вторая сказка попугая. Испанской королевне, дочери испанского короля, исполнилось 16 лет. Пора было выдавать ее замуж. Прослышали об этом женихе, и съехалось их с разных концов земли великое множество. Был тут индийский раджа, и наследник французского престола, и португальский принц, и персидский шах, а князей да герцогов не перечесть. В последнем приехал турецкий султан, старый и кривоногий. Королевна в щелочку смотрела на женихов, которых отец принимал в парадном зале, и хохотала до упаду. Только дважды она не смеялась. Первый раз, когда увидела португальского принца, потому что он был статен, красив, и очень понравился королевне. А второй раз она не засмеялась, когда увидела турецкого султана. Уж очень он был страшен. Отец королевны растерялся. Все женихи знатные и богатые. Как тут выбрать достойного? Ведь он любил королевну так сильно, как всякий отец любит свою единственную дочь. Есть у него корона или нет? Думал он три дня, и, наконец, придумал. Пусть королевна бросит наугад золотой мячик. В кого он попадет, тот и станет ее мужем. И вот в назначенный день женихи собрались перед дворцом. Королевна вышла на балкон, и все женихи разом сожмурились, ослепленные ее красотой. Тут королевна и бросила свой золотой мячик. Метила она, конечно, в португальского принца. Да на беду рядом стоял турецкий султан. Увидев, куда летит мяч, он тесно прижался к португальскому принцу. И мячик коснулся плеча принца, но, увы, он коснулся и плеча хитрого турка. И вот оба предстали перед королем и его дочерью. Король был в смущении. Ведь всю эту затею с мячом он придумал, чтобы не надо было выбирать. Да к тому же его любимая дочка, глядя на двух своих женихов, то плакала, то смеялась. И король никак не мог понять, за кого же ей хочется замуж. Ваше королевское величество, сказал португальский принц, я люблю вашу дочь и прошу ее руки. Мне, королевна, нравится не меньше, возразил турецкий султан. Незачем такой прекрасной девице выходить замуж за желторотого юнца, который даже ни разу еще не был женат. Иное дело я. У меня сто жен, и я хорошо знаю, как с ними обращаться. Так что не сомневайтесь, ваше королевское величество, отдавайте свою дочку за меня. Но тут королевна твердо сказала, моим мужем может стать только тот, у кого я буду одна, как сердце в груди. И она посмотрела на португальского принца. Когда король наконец понял, чего хочет его дочь, он ответил. Ничего не поделаешь, ваше турецкое султанство, поищите себе 101-ю жену в других краях, потому что свою дочь я вам не отдам. Турецкий султан страшно разгневался. Он в ярости топтал свою чулму и приговаривал, что лучшего обращения она и не заслуживает, если ее хозяина могли так унизить. А под конец он сказал королю, коль твоя дочь не досталась мне, так пусть не достается никому. И с этими словами он подобрал свою чулму и ушел. А на следующий день испанская королевна тяжело заболела. Она худела и бледнела с каждым часом. Глаза ее глубоко ввалились. Болезнь сводила ей тело, и королевна то и дело сгибалась, словно вязальщица снопов. Лекари не знали, как назвать болезнь и как ее излечить. Тогда король в смятении ударил колокол совета. «Синьоры совета», – сказал он, – «моя дочь чахнет день ото дня. Скажите, что мне делать?» И мудрые синьоры совета ответили. «Мы слышали, что в Италии при дворе одного из королей живет девушка по имени Розалинда. Она столь же прекрасна, сколько и мудра. Она разыскала пропавшую дочь этого короля и спасла ее. Пошлите за ней. Может быть, она спасет и вашу дочь?» «Прекрасно!» – воскликнул король. «Ваш совет, сеньора совета, пришелся мне по душе». Король хлопнул в ладоши и приказал тотчас снаряжать корабли. Послом к итальянскому королю он назначил старейшего сеньора совета. Корабли уже поднимали якоря, когда король, запыхавшись, прибежал на берег. «Ах, старейший сеньор совета, ведь я чуть не позабыл вручить вам железную перчатку. Если тот король не согласится отпустить Розалинду, бросьте к его ногам перчатку в знак объявления войны!» Посол поклонился королю, взял перчатку, и корабли отплыли. Перчатка и в самом деле чуть не пригодилась, потому что король, названный отец Розалинды, наотрез отказался отпустить свою приемную дочь в Испанию. И быть бы войне, если бы сама Розалинда не вбежала в зал. Услышав, зачем приехал посол, она сказала, «Не огорчайтесь, дорогой король, я съезжу в Испанию ненадолго. Может быть, я помогу испанской королевне?» И так она уговаривала короля, что он согласился. Вот приплыли корабли назад в Испанию. Сам испанский король и опечаленный португальский принц вышли встречать Розалинду. Только Розалинда ступила на берег, она сказала, «Ведите меня скорее к вашей дочери». И было самое время, потому что королевна совсем истаяла. «Это непростая болезнь», сказала Розалинда, «тут что-то есть». Она заперлась с королевной в ее покоях и велела, чтобы никто к ним не входил три дня и три ночи. Испанский король своими королевскими руками наложил на двери ведущей в покое дочери семь больших восковых печати. И вот настал вечер. Розалинда хотела зажечь свечу, но у нее не оказалось ни кремня, ни огнива, ни трута. Она взглянула в окно и приметила далеко-далеко на холме тусклый огонек. Розалинда, недолго думая, взяла свечу, выпыргнула в окошко и побежала в ту самую сторону. Чем дальше она шла, тем ярче становился огонь. И когда Розалинда подошла совсем близко, она увидела большой костер. На костре стоял огромный котел, в котором что-то кипело. Старый кривоногий турк в челоме помешивал варево и приговаривал что-то не по-итальянски, не по-испански, а по-своему по-турецки. «Э-э-э», – подумала Розалинда, – «не в этом ли котле тает жизнь испанской королевны?» И она сказала турку, – «Ах, бедняжка, отдохни немного, ты очень устал». «Я не могу отдохнуть», – сказал турок. «Я мешаю уже три месяца днем и ночью, ночью и днем. Осталось уже недолго. Скоро я уеду в свою Турцию, а то как бы мои сто жен не перессорились между собой». «Ну так давай я за тебя помешаю», – сказала Розалинда. «Мешай, мешай, но клянусь бородой Магомета, если ты будешь плохо мешать, я и тебя сварю в этом котле». Турок сел на землю, скрестив ноги, а Розалинда принялась усердно мешать сушеной совиной лапой вонючее варево. Турок сел на землю, скрестив ноги, а Розалинда принялась усердно мешать сушеной совиной лапой вонючее варево. «Хорошо я мешаю?» – спросила она турка. «Мешай, мешай!» – проворчал турок. «А ты поспи!» – сказала Розалинда. И турок заснул. Тогда Розалинда взяла, да и опрокинула. Тогда Розалинда взяла, да и опрокинула котел с волшебным зельем прямо на турка. Что тут было? Турок сразу стал худым, как щепка, весь ссохся и, наконец, превратился в кучу трухи. А Розалинда зажгла свечу от тлеющих угольков и бросилась бежать ко дворцу. Когда она вернулась, испанская королевна впервые за много дней спала спокойно, как дитя. На ее бледных щеках просто пил румянец. В назначенный Розалиндой день испанский король сорвал семь печатей и открыл двери. А на шею ему бросилась веселая и здоровая дочь. Король наградил Розалинду богатыми подарками и с почестями отправил в Италию. Испанская королевна крепко обняла ее, расцеловала и просила не забывать, что в Испании у Розалинды есть названная сестра. А португальский принц ее жених добавил. И названный брат. Вот и все, сказал попугай. Как все воскликнула жена-дровосека. Нет уж, как хотите, сеньор, чудо-птица, говорящий попугай, но я не отдам куклу, пока не узнаю все до конца. Итак, третья сказка попугая. Жил в одном королевстве на юге Италии король. И был у него единственный сын. Стройный, как кипарис. Ловкий и сильный, как молодой лев. Красивый, как месяц на небе. И больше всего на свете любил он охоту. Вот однажды прослышал он, что на западе Италии за десятью горами, за десятью долами, за девятью лесами, в десятом лесу живет белый олень. Взял королевич своих егерей и поскакал на дальнюю охоту. Два месяца пропадал королевич. А когда вернулся, то король, его родной отец, не узнал своего сына. Злой недуг вселился в королевича и с каждым днем подтачивал его силы. Королевич не ел, не пил. Целыми днями он лежал на своей раззолоченной кровати и тяжко вздыхал. Король расспрашивал егерей королевича, не случилось ли с ним чего в пути. Но те ничего не знали. Они же сказали, что королевич ускакал от них за белым оленем, а вернулся только к вечеру, опечаленный и без добычи. «О, пресвятая Мадонна!» – воскликнул король. «Так убиваться из-за какой-то лесной твари!» Король пустился на хитрость. Он приказал поймать и доставить в дворец оленя из ближнего леса. Тайком от всех он собственноручно выкрасил этого оленя самой белой краской, какая только нашлась в королевстве. Потом выпустил его в дворцовый парк и побежал к сыну. «Сын мой, вставай скорее! Иди в парк, и ты увидишь то, к чему рвется твоя душа!» Королевич вскочил с кровати и, шатаясь от слабости, выбежал в парк. Когда он издали увидел белого оленя, стон вырвался из его груди. Что проку в олене, если он по собственной вине потерял прекрасную девушку и свое сердце? Ну, вы помните, как начиналась эта история. В общем, с того самого часа королевичу стало совсем плохо. Жизнь его таяла, как тоненькая свечка. Всех доктора королевства уже сидели в дворцовой темнице, потому что ни один из них не мог вылечить королевича. И вот в это горестное время дошла до короля весть о мудрой Розалинде, спадшей двух королевских дочерей. Король снарядил послов, снабдил их на всякий случай железной перчаткой, вы помните, да, чтобы объявить войну в случае, если Розалинду не отпустят, и отправил послов за прекрасной Розалиндой. «Что за несчастье?» – сказал всплеснув руками названный отец Розалинды. «Видно, все короли решили по очереди показывать, какого покроя у них перчатки». «Беспокойное дело быть твоим отцом, дорогая Розалинда». «Вспомните, как вы сами горевали по дочери», – ответила девушка, – «и не удерживайте меня». И Розалинда отправилась с послами. Дорогой они рассказали ей все, что сами знали о болезни королевича. И тут Розалинда задумалась. Ведь лес, где охотился королевич, был тот самый, где она сама заблудилась. «А как зовут королевича?» – спросила она у послов. Посла ответили. «Королевича зовут Габриэль, Джованни, Марчелло, Альфонсо, Пьетро, Чезаро, Антонио, Карло, Марио, Доминико, Пауло, Джузеппе». Розалинда украдкой вытащила из-за корсажа шелковый платок, но тот самый, которым кто-то неведомо перекрыл ей лицо в лесу. Она взглянула на платок и увидела, что по краю его были вышиты буквы. «Г», «Д», «М», «А», «П», «Ч», «А», «К», «М», «Д», «П», «Д». Розалинда тихонечко усмехнулась. Ехали-ехали послы с Розалиндой и, наконец, приехали. Розалинду ввели в покои королевича, и сердце доброй девушки пересполнилось жалости, потому что королевич такой молодой и такой красивый был уже совсем близок к могиле. Он лежал, закрыв глаза, словно мертвый, и только по неровному дыханию можно было догадаться, что в нем еще теплится жизнь. «Откройте глаза, дорогой королевич, если хотите снова стать сильным и здоровым», сказала Розалинда. «Я не хочу открывать глаза», — ответил королевич. «Дай мне умереть спокойно». «Не дам», — сказала Розалинда, — «прежде чем вы не взглянете на то, что я держу в руке». И она вынула из-за корсажа тот самый платок. Но королевич даже не пошевелился. И тут Розалинда лукаво сказала, «Отгадайте, дорогой королевич, что это? Вчера твое, сегодня мое, а завтра станет ничьим или нашим». Как не болен был королевич, а любопытство одолело его. Поэтому он приоткрыл один глаз. И что же он увидел? Свой шелковый платок. Этим платком он прикрыл в дальнем лесу лицо спящей красавицы, которой он любовался одно мгновение, а вытерял навеки. Тут королевич открыл второй глаз и увидел ту, по ком томилось его сердце. Глаза у него заблестели, как у здорового. Розалинда сказала, «Теперь вы разгадали загадку, и вам надо отдохнуть. Закройте глаза». «Я не хочу закрывать глаза», — воскликнул королевич. «Я не хочу закрывать глаза», — воскликнул королевич. «Я боюсь, что опять потеряю тебя». «Я с удовольствием поела бы чего-нибудь, например, крепкого бульона». С этой минуты Розалинда только и делала, что кормила королевича бульоном. По приказанию счастливого короля во дворцовой кухне все время варили бульон. За три дня его сварили столько, что во всем королевстве раздорожало мясо. Вскоре королевич совсем выздоровел и стал просить отца готовить все к свадебному пиру. Во все края полетела весть, что прекрасная Розалинда выходит замуж за королевича. Первым на свадьбу прибыл родной отец Розалинды. Он как раз вернулся из заморских стран и привез любимой дочери подарок, который она просила. Чудо-птицу, говорящего попугаю. Подарок пришелся как нельзя кстати. Все равно надо было что-то дарить на свадьбу. Приехали и названный отец Розалинда со своей дочерью, ее дорогой сестричкой. Приплыли из-за моря испанский король и испанская королевна, а с ними и португальский принц, который ни на день не хотел расставаться со своей невестой. Пир удался на славу. В общем, теперь вы узнали все до самого конца, сказал попугай. Нет, нет, закричала жена дровосека. Еще не все. Как не все? Возразил попугай. Раз дело дошло до свадьбы, значит сказке конец. А как сейчас поживает прекрасная Розалинда, спросили разом дровосек и его жена. Очень хорошо, но ей не хватает ее любимой куклы. Вот я и полетел ее разыскивать. Жена дровосека поблагодарила попугая за его правдивые истории и отдала куклу. Может быть, вам жаль жену дровосека? Вы думаете, она скучает без куклы? Не беспокойтесь, она утешилась, потому что у нее родилась настоящая дочка. А настоящая дочка гораздо лучше даже самой красивой куклы. Ну что же, скажете вы, значит куклой играет Розалинда? Да ничуть не бывало. У нее родился сын, а сын ведь ничем не хуже дочки. А у испанской королевны, что вышла замуж за португальского принца, родились сразу и сын, и дочка. А куклу отдали первой названной сестре Розалинде, она пока еще не вышла замуж. Вот, собственно, и конец этой замечательной истории, которую я так любила в детстве и которой с вами с удовольствием поделилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok